В Ханты-Мансийске стартует образовательный интенсив «Настоящее и будущее городских ивентов». В студии куратор образовательного направления фонда «Креативные практики» Мария Буряк, город Санкт-Петербург, и Илья Кириченко, организатор собственной интенсива в городе Ханты-Мансийск. Доброе утро. Сколько сложных слов с утра. Давайте по порядку. Что такое образовательный интенсив и кто такие городские ивенты? Мария. Все. Доброе утро. Мы приехали из Петербурга проводить интенсив. Интенсив — это такая форма общения, на которой мы будем смотреть и слушать лекции онлайн, так и оффлайн. А потом попробуем вместе нагенерить, какие городские ивенты могут быть в Ханты-Мансийске, в Нягоне, в Сургуте, еще в каких-то небольших сибирских городах вместе с активистами из этих городов, с ребятами, которые готовы это делать, готовы что-то придумывать и анализировать города вместе с нами. А мы, собственно говоря, поможем, поучаствуем, поучимся друг у друга. Но вы как получается? Вы как такой большой крейсер, который получили знаки HELP, SOS от маленьких наших сибирских городов. Типа, ребята, езжайте, нам нужно, нужно спасать. Представляете, с какой силой мы орали, что мы услышали в Петербурге. На самом деле, не совсем так. Мы знаем, что в Ханты-Мансийске есть отличный пример такого городского фестиваля, это пикник HM. И как раз отсюда у нас и тема эта вся завертелась. То есть мы вообще занимаемся исследованиями сибирских городов, в том числе Ханты-Мансийска. Недавно мы презентовали исследование мотивации городских предпринимателей о том, что их мотивирует, чем они живут и так далее. В том числе про Ханты-Мансийск тоже писали, это можно все погуглить, почитать. И про пикник мы знаем, с ребятами общаемся, и как раз была идея приехать и, может быть, от опыта пикника попробовать размутить что-то с этими еще другими городами. Потом немножко у нас уже эта идея трансформировалась, но это я говорю к тому, что мы не приезжаем как такие большие друзья из больших городов, а скорее наоборот, что тут тоже есть чему поучиться. И явно про контекст сибирский, контекст небольших городов ребятам известно больше, чем нам. Поэтому здесь скорее мы обучаем и общаемся друг с другом, это совершенно такое горизонтальное общение. Ну вот, Илья, что ждешь? Вот получить скилл 80-го уровня или там плюс 100-500 карми? Ну что? Слушайте, ну всегда интересно пообщаться с людьми, с профессионалами своего дела, которые имеют опыт насмотренности, как минимум, которые имеют опыт исследований различных практик, ну а самое главное креативных практик. Здорово, когда люди посмотрели, чем живут другие сибирские города, и приехав сюда, они могут сделать какие-то определенные выводы, и этими выводами с нами поделиться, где-то подсказать, где-то, может быть, нас поднаправить, где-то узелочек тут подзатянуть, а тут, может быть, наоборот, подрасслабить. Поэтому мы всегда готовы, мы всегда рады подобным взаимодействиям. То есть это такая большая площадка, где все дружно делятся идеями. Правильно понимаю? Хорошо, ну давайте здесь сейчас, потому что интенсив совсем скоро стартует, Ханты-Мансийск. Куда надо посмотреть, где надо подзатянуть, где надо подрасслабить, что здесь нужно сделать. Понаблюдали уже? Рецептов, наверное, нет, но можно сказать, наверное, за... Ну соль, перец по вкусу. Отличный пример, как мы уже говорили, этого фестиваля, это книг ХМ. Не знаю, с нашей стороны, возможно, мы будем с этим работать. Мы бы говорили о большем включении сюда каких-то предпринимателей. Может быть, а, вот вчера тоже с Ильей много говорили про какую-то коммерциализацию, ужасное слово, каких-то инициатив. То есть, например, привлечение партнеров, бизнес-партнеров, да, и увеличение за этот счет масштаба фестиваля. То есть можно подумать о привлечении каких-то музыкальных групп, которых нужно оплачивать, чему-то еще. То есть от вот этой вот социальности, которая очень присуща всем проектам Ханты-Мансийске, это очень здорово, это такой социальный форпост вообще Сибири. А здесь очень много с кем разговаривали, все говорят про безопасность, про ощущение вот этого какого-то социального благополучия, и это здорово. И вот мы скорее предлагаем какой-то такой риск, может быть, внести чуть-чуть коммерции, какой-то такой коммерческой жилки предпринимательской, и за этот счет дать ханты-мансистам, ханты-манси, жителям города. В общем, раскачивайте вы нашу лодку, да? Чуть-чуть, да, мы попробуем, не знаю, но мы попробуем, может быть, это и не нужно. Но есть гипотеза, что вот эти все социальные инициативы можно попробовать разбавить каким-то таким новым уровнем. А что дальше? Вот идеи напредлагали, вот их много, вот там целое блюдечко. Вот на, Илья, вот держи, вот так, ну давай, давай. То есть мы получаем просто идеи, или потом дальше пойдет реализация какая-то? Я сейчас скажу пару слов, а потом уже, наверное, Илья, потому что это зависит, конечно же, от ребят. Но здесь у нас задача, и мы очень этого хотим, сделать такой роудмэп в конце. То есть в конце этого интенсива мы с участниками из других городов получим вот прям готовые, первое делаем вот так, второе делаем вот так, третье, готовый план действий. Это все инструкция такая. Да, вот прям и в дите, и делайте. Можно делать по-разному. Мне кажется, что можно делать, пойти опять в администрацию, предложить это городу, это один путь. А мы попробуем предложить и другой путь, например, там, собрать сообщество, собрать предпринимателей, и попробовать, может быть, да, сделать что-то самостоятельное. Своими силами, да? Например. И это вот одна из задач. Но как она будет реализована, наверное, это... Все получится, мне кажется, даже если можно не смирать. Есть уже идеи, есть вектор, я не знаю, если есть время, я могу поделиться. Ну, в двух словах, в двух словах, потому что торопят, торопят. Ну, да. В общем, мы хотим масштабировать пикник, чтобы он пришел в Нягань, в Нижневартовск и в том числе в Сургут. С этих принимающих сторон, с каждого города уже есть заинтересованность, есть некие договоренности с администрациями данных муниципалитетов. Более того, есть уже примерно, наверное, намеченные команды, которые могли бы взять бы эту инициативу, подхватить и двигаться. Мы хотим следующим образом, чтобы эти команды с этих муниципалитетов приехали к нам в город, организовали вместе с нами пикник АМ, наш городской фестиваль, и переняв все эти навыки, переняв модели и так далее, уже разъехались, и мы бы в течение определенного времени приехали бы в каждый муниципалитет, в каждую команду, которая была с нами, и сделали бы этот фестиваль так же совместно. И это будет так. Очень круто. Два дня интенсивно, 27-го и 28-го. Мы приглашаем всех! На интенсивно, друзья. Спасибо вам большое, друзья. 28-й, 29-й, конечно, простите, но 4-й десяток, сами понимаете. Онлайн можно смотреть. А, и онлайн. Кстати, да, будет большая трансляция, приезжает хорошая команда, будет качественный эфир, поэтому подключайтесь, все будет в группе пикник АМ, ссылочка в описании, тоже увидите. Хорошо. Будем добро пожаловать. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Доброго года утром. Да, с гостем мы прощаемся, а с вами увидимся через несколько минут. Спасибо. Спасибо. Спасибо.